Чемоданное настроение Оттуда же? Я не знаю, чешки тоже забрели Не знаю Заря съездила Пару раз у меня были мысли Эвелина рассказывала про то, чтобы поступить в Прагу в университет но потом сменились мечты на другой континент и другую страну Ну хорошо, несколько раз летать в одно и то же место наверное, оно чем-то очень привлекло Место потрясающее Место очень крутое Очень всем советую в любое время года, в любое время в любой сезон и в любое время дня Прага прекрасна Вот, кстати, по временам года Я тоже хотел уточнить, что лучше в какое время Я была в мае, в самом конце мая Почти лето это было И второй раз это была зима Это был такой прям Крисмас Это было очень прекрасно, там выпал снег Мне как раз хотелось настроение впечатление рождественского Украшенная Прага Она по-своему очаровательна Свой шарм Она шикарная Ну вот пражская зима, это сколько градусов примерно? Это где-то минус пять Минус четыре Сибирский март Снег практически сразу тает Но вот когда он только выпадает она, конечно, преображается очень сильно И все вот эти крыши Знаменитые красные крыши И все соборы, покрытые снегом Иллюминацией Потрясающе, конечно Ну а в мае, наверное, там все плюс двадцать Да, там можно прям курточку взять В принципе, в Праге погода переменчивая Поэтому стоит взять с собой какую-то либо дождевичок Если даже вы летом поехали Либо, может быть, какую-то курточку Ну и, конечно, удобную обувь Потому что это все-таки прогулки Это все-таки пешеходная такая Прага Поэтому... Ну что, давайте перейдем уже непосредственно к достопримечательностям Вот мы уже прилетели, да Распаковались и пошли гулять Какие-то обязательные для посещения места Обязательная программа, да Ваш личная, Ирина, рекомендация Это, конечно, мосты Самый знаменитый это Карлот мост Прогуляйтесь по нему обязательно Сходите туда-обратно Там масса различных уличных художников Ремесленников и так далее Все это у них такие, вроде, центровых улиц, да? Ну, Карлот мост соединяет, получается, две части Праги В одной находится Старомерская площадь Тоже очень такое знаменитое место Где вы можете отведать местные Какой-то кухни, да, трудельники Их знаменитый десерт Или ветриво колено То, что стоит попробовать Это, наверное, туристическая такая местность, да? Да, да, конечно То есть Прага, она вся делится на несколько районов Первая единичка это центр И чем больше цифра, тем дальше от центра получается И вот эта Старомерская площадь Это прям самый центр Там же находится Вацлавская площадь Там же Старомерская площадь Там же Карлов мост Если вы перейдете через Карлов мост Попадаете в другой район Праги Там находится собор Святого Вита Очень знаменитый собор Тоже рекомендую посещение Очень классное место Очень такой готический собор То есть действительно в духе вот этой Старой Европы Очень круто По масштабам достопримечательностей Типа собора Они большие или маленькие, уютненькие? Насколько там? Разные есть, разные То есть Прага и Чехия вообще славятся Замками тоже, как Эвелина сказала И, соответственно, соборами И поэтому вы можете найти совершенно разные Это и маленькие церквушки Где там можно зайти и просто посидеть в одиночестве Размыслить Либо это большой собор, где можно послушать органную музыку Где можете действительно проникнуться вот этой вот готической культурой То есть какие-то замки, где можно в рыцарей с пацанами поиграть Да Ну ты поиграй там с пацанами Тебя выгонят оттуда сразу же за нарушение дисциплины Это тебе ла-ла ленд какой-нибудь Особенности местной жизни тоже нас очень интересуют Жители, какие-то их привычки, их режим, что-то такое заметила Раз все равно не раз было, наверное Они очень доброжелательные Говорят все по-русски, практически все Особенно обслуживающий персонал Все говорят по-русски, по-английски, по-чешски То есть даже не говорят наверняка, понимают Да, да То есть проблем у начинающего путешественника вообще не будет с этим Можете спокойно ехать, мало того, что Прага это такой На мой взгляд, один из самых доступных городов в Европе Ну, бюджетно, да Плюс ко всему у вас с английским там тоже не будет никаких проблем Если даже вы не очень хорошо знаете Наверное, там много наших соотечественников Ну, думаю, что да Да, потому что сразу русское меню Там говорят по-русски Что-то, если нужно спросить, то всегда поймут и объяснят, куда идти Поэтому Успела ли за эти путешествия выявить вот какие-то особенности менталитета жителей Праги? Не знаю, что они любят, что предпочитают, во сколько встают, традиции какие-то? Ну, я все-таки была не в гостях у кого-то, а все-таки как турист Останавливалась всегда в отелях Познакомиться с коренными жителями не удалось Не удалось Только вот обслуживающий какой-то персонал Ну, очень доброжелательные, очень такие добрые, спокойные люди, поэтому... Ну, персонал-то они, может, хотят, поэтому они добрые Я думаю, не положено, не стоит Карловы Увары вот я еще слышал Да, была Да? Да, там очень тоже классно, это такая мини-Прага Там же эту, Бехеровку наливают На ее везде наливают Это традиционный напиток, да? Да, да Вот раз мы начали... Карловы Увары, это вообще-то, типа, здравница Там же минеральные воды, да, понимаешь? То есть, это какой-то, типа, заповедник Это городок, это городок До него можно добраться с автовокзала самим, то есть, не покупая тур Если нет желания слушать экскурсоводы группы в 30 человек, то можно добраться с автовокзала Сам просто покупаешь билетик и едешь туда С какой-то периодичностью автобусы ходят Я так понимаю, это как у нас Берцк или Академгородок? Да, да, как Академгородок, скорее То есть, более такая тихая зона, уединенная То есть, там народ приезжает и учиться по сей день И там уже, наверное, больше коренных жителей, чем туристов, да? Или нет? Не могу сказать, потому что он очень тихий И парочки прогуливаются И, наверное, этот турист, может быть, местные жители И разговорчивые После рекламы Еще я слышал, что там даже памятник вот этой дехеровки стоит, да? Есть такое? У кого что болит? Об одном и об одном и об одном После рекламы хочу про кухню послушать Ладно На рейсе, на борту рейса Новосибирск-Прага Ирина Архангарева рассказывает нам о том, как там прекрасно и замечательно Уже потихонечку только от достопримечательностей перешли к пражской чешской кухне Что вкусненького любят готовить? Ну, про напитки, наверное, все знают Особенно больше всех знаешь ты Очень сытная кухня В Праге и в Чехии, в принципе Это, конечно, суп гуляш Они его подают в хлебе Когда серединка вырезается, весь мякиш вырезается И туда наливается суп гуляш Очень сытно, очень вкусно Запивают это все традиционно, конечно, пивом Я прям представляю, как гуляш моя мама готовит И если в хлеб налить только один гуляш и это есть Это же очень Но он пожиже немножко Очень много Потому что он как суп Подается как суп Ну там одно мясо, да? Ну там мясо, да Картошка, какие-то овощи Ну то есть это все-таки больше к супу Нежели гуляш, как мы его представляем традиционно Соответственно, кнетлики Это такой картофельный хлеб Который подается тоже к гуляшу или к какому-то другому супу Они все это заедают, соответственно, кнетликами И припевают, опять же, традиционным пивом Но это очень сытно То есть, не знаю, здоровому мужчине, мне кажется, хватит на весь день И говоря уже про женщину Я слышал, что лучше брать одну порцию на двоих Да, поэтому лучше делить порции Или, ну, брать на компанию, например, там две-три порции Потому что одному человеку, конечно, это объется А что-нибудь про то, чем завтракают? Завтраки традиционные Я, как повторюсь, уже была в отелях Поэтому там традиционно европейские То есть, нету чего-то такого особенного Больше, конечно, вот упор идет на Если это улица, то это могут быть колбаски какие-то Киоски с колбасками Да Ну, они все равно, они идут либо немецкие, либо пражские Соответственно, вот супы всевозможные И, конечно, ветривоколены Это наша рулька в традиционном представлении Которая готовится очень долго Томится на вертеле на специальном А, ее на фестивалях обычно подают Да, да, с капустой тушеной, да? Да, да Про какие-то места нам расскажите Которых, допустим, не все бывали Или, может быть, не знают просто о них Гиды не рассказывают Не самые популярные, но достойные внимания Да, да Одно из мест, оно все равно, наверное, более популярное, чем другие, которые я расскажу Но, тем не менее, стоит его посетить 100% Называется ресторан Уфлеку Этот ресторан был основан еще в 1499 году Соответственно, то есть, ну, уже полувековая история у места И оно все существует, и оно прекрасно Это вот прям традиционно чешское, пражское место Чтобы пропитаться духом, именно европейским, таким вот, пражским Сходите обязательно, попробуйте там пиво, попробуйте гуляш Там очень большие компании собираются, столы, все вместе сидят, сдвинутые столы Наверное, очень шумно Очень шумно, очень весело и очень прекрасно Какая-то программа там развлекательная, нет? Они иногда начинают, официанты прям начинают петь, играть на инструментах Прям вот в процессе, то есть, у них огромные такие подносы С которыми они разносят еду, напитки, поэтому... Что еще? Вот, кстати, про еду еще не договорили Что-то из сладкого, из десертов, что предпочитают? Тердельник, это такая булочка, намотанная на большой вертел Получается, она вот размером, наверное, 15 сантиметров Внутри получается полая из этого вертела И сверху она посыпана корицей, сахаром Если хочешь, они могут тебе нутеллой туда внутрь намазать И вот, особенно зимой, с глинтвейном, это потрясающе Круто! И хотелось бы еще спросить, раз уж посчастливилось быть тебе там под Рождество Как они празднуют? Есть что-то общее с нашим духом новогодним? Или вообще ни на что не похоже? Ну, все-таки, это католическая страна больше Соответственно, Рождество там празднуют с 24 на 25 декабря Да, я была уже ближе к нашему Рождеству Это иллюминация, очень украшенный, очень красивый город Чего-то такого особенного, кроме джингл бэлс Поют песни там нет? Да-да-да, ничего такого я не заметила, но это просто очень красиво Сама атмосфера, да? Да На улице Ну и конечно же Советы Советы для начинающих Советы для начинающих Может быть какие-то лайфхаки Не бойтесь селиться в центре Лично мне это очень помогло, потому что все находится в пешей доступности И выберите лучше либо какую-то квартиру, апартаменты И что-то через известные сайты для путешественников, да, чтобы подешевле Но в центре, нежели на окраине Потому что, на мой взгляд, нет мысли брать какой-то проездной билет Лучше погулять, посмотреть, потому что все находится в пешей доступности Ну да, сэкономил на жилье, потом потратился на транспорт Ну да, получается так Логично То на то и выходит Да Ну что, прогулялись по Праге сегодня, довольно так стало Может быть какое-то еще место, может быть, нам время порекомендуют Мне очень понравилось заведение на Вацлавской площади, называется У Вацлава, соответственно Все просто Легко запомнить Ребята одни и те же работают, вот я два раза была и одни и те же официанты, обслуживающий персонал И у них огромные-огромные подносы Они берут их по два штуки на плечо и на руку И вот так двум-трем столикам они могут принести сразу еду напитки И они очень одеты все в средневековую одежду Очень колоритно смотрятся, очень здорово В общем, это заведение отличается акробатичностью работников Круто 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 Ну такой, что-то смешной, но настоящий, невыдуманный Мне грустно Случай будет настоящий, случай будет даже такой предсказательно-романтический Тоже связан с путешествием Так случилось, что несколько лет назад я отмечала Новый год в Таиланде В известной сети Hard Rock Cafe и была одна Это было очень весело, не надо меня жалеть, это было очень весело, но дело в том, что у меня был столик, и сзади меня сидели, как я тогда подумала, что какие-то корейцы или, может быть, японцы, парочка очень красивых ребят, и они были такие милые, они все время целовались, улыбались. Ребята в смысле мальчиков? Нет, мальчик и девочка. Как потом оказалось, они со мной заговорили на английском, начали общаться, то есть они тоже отмечать Новый год пришли, и на английском мы с ними говорим, и парень мне спрашивает, а ты откуда? Я говорю, из России, на английском. Он такой, а мы из Казахстана, а ничего себе, я говорю, и мы встретили с ними Новый год, да, мы улыбались, обнимались, там прям в 12 часов, и я им говорю, вы такие классные, вы такие веселые, такие здоровские, вы на одной волне, как вам повезло, что вы друг друга встретили, и они мне говорят, ты тоже встретишь, и через три недели я встретила. Ну вот это, да, вот это волшебство Нового года, во-первых, вы, наверное, с ними вместе пели, вагончик тронется, да? А во-вторых... Да, в рак обработке. Во-вторых, просто прекрасное ощущение путешествия, новых знакомств и обретение чего-то хорошего. Спасибо большое, что была сегодня нашим гидом. Спасибо, Ирина, за чемоданное настроение. Спасибо, ребят.